Тима моей проповеди сегодня называется «Главная заповедь». Вы знаете, мы люди настолько иногда дорожим временем, что мы, когда слушаем какую-то длинную презентацию о чем-то или о ком-то, нам иногда хочется сказать «Ты молодец, ну давай покороче, ты хорошо рассказываешь, очень красиво, но давай ближе к сути, давай просто больше выводов, скажи конкретнее, что и о чем ты хочешь». Мы не любим долгих вступлений. Интересно, что я помню, когда я слышал одну презентацию у себя дома, пришел к нам продавец, сейлсмен, и продавал фильтр на воду, очистительную систему для всего дома. И вот он рассказывает, 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 мы с женой сидим, слушаем, слушаем, и я у него спрашиваю, а сколько стоит? Он говорит, нет-нет-нет, надо слушать презентацию до конца. Ну ладно, слушаем дальше, опять рассказывает, рассказывает, мы уже вздыхаем там и как-то снова его перебиваю, сколько же это все стоит? Он говорит, нет, ты не можешь перепрыгнуть на конец фильма, нужно смотреть фильм до конца. Мы уже полчаса смотрим фильм и дальше слушаем, слушаем, слушаем. Он опять втирает этот елей и пытается как бы продать эту систему. И в конце концов, конечно же, нас интересовала вот эта главная вещь. Что ты продаешь, сколько это стоит? Знаете, друзья, для христиан очень важно знать, и для христиан очень важно понимать, какая же суть, вся суть всего христианства, вся суть или итог, или вывод всей книги Библии, которую мы называем Словом Божьим. Какая же главная заповедь? Для христиан, для многих есть разные уровни отношения и служения к Богу. Одни люди ходят в церковь и служат Богу, потому что они не хотят в ад. Некоторые не хотят, хотят процветания, благословения. У некоторых просто в жизни тупик или просто большая нужда. Но есть другой уровень отношения и служения к Богу. Это когда я люблю Бога. Бога нужно не только бояться, хотя к этому Писание нас призывает, то есть почитать и уважать. Бога нужно не только почитать, но Бога нужно также и любить. Вопрос, как у нас это получается? Получается ли у нас это вообще? Итак, в чем же суть всего христианства или вывод? Если сократить, то Иисус Христос ответил в Матфея 22 глава 37 стих. Когда у Него спросили, что же самое главное? Из всех-всех-всех проповедей, из всего учения христианского, Иисус сказал Ему, «Возлюби Господа Бога Твоего». Твоего Бога. Не Бога мамы, не Бога соседа, Твоего Бога. Всем сердцем, Всею душею, всем разумением Твоим сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Хочу обратить внимание, между вот этими двумя заповедями написано это первое, самое главное, самая большая, самое важное. Это суть всего христианства, это итог всей проповеди Иисуса Христа, это то, к чему мы призваны больше всего, если мы промазываем мимо этой цели. Все остальные, служения, движения, все остальное, все духовное, если вот это промазали мимо цели, все остальное, it's nothing. Самое главное, самое большое, вот это вся суть, в чем заключается все христианство, все наше хождение в церковь и все наши старания. Люби Бога и люби людей. It's very simple. Love people, love God. Интересно, друзья, что здесь написано «всем», слово «всем» повторяется сколько раз? Всем сердцем, всей душой, всем разумением. Всем это значит на 100%. Я думаю, что мы очень многие неумышленно, нечаянно соглашаемся, что служить Богу можно на 80%. Служить Богу можно и на 50%, это лучше, чем на ноль. Но написано здесь в Писании на 100%. То есть Бог призывает, это слова Иисуса Христа, это даже не пожелание проповедника, что ты не можешь служить Богу просто на 50%, на 70% в зависимости от графика. На 100%. Полная преданность и полное посвящение Богу. Друзья, как вы думаете, сколько мы тратим усилий на исправление самого себя? Сколько мы тратим усилий на исполнение разных правил, обрядов, каких-то порядков? И это, с одной стороны, хорошо к этому стремиться. Не блуди, не кради, не суди, не кричи, не сплетничай. Но если мы сфокусируемся, и у нас получится с Божьей помощью достигнуть вот этой заповеди, все остальное отпадает. Друзья, поверьте, все остальное остается второстепенным. Все остальное получается, если мы идем по этому приоритету. Люби Бога, но всем сердцем. Нет, не просто ходи в церковь, не просто там как-то молись иногда, не просто читай Библию. Нет, люби Бога всем сердцем. Все остальное идет в пакете. Как часто мы задаемся этой целью – любить Бога. Я не могу быть хорошим мужем или хорошей женой, если я не наполнен Божьей любовью. Иисус Христос сказал однажды радикальные вещи. Кто не возненавидит отца, жену, детей, не может быть моим учеником. Хочу сразу объяснить, друзья. Звучит радикально. Но здесь призыв не в том, что нужно ненавидеть родственников. Не нужно ненавидеть жену или мать. Здесь урок совсем в другом. Главный акцент заключается в том, что ты должен любить Бога больше всех твоих родственников. Больше жены, больше детей, больше, чем кого-либо на земле. Звучит снова радикально, нелогично, непонятно. Я извиняюсь, я соглашаюсь. Логически кажется, нет, не входит в наши мозги. Но, друзья, я верю вот в эту заповедь. Это принципы, которые предлагает нам Бог. Не просто какой-то философ. Что если ты будешь любить Бога больше, чем жену, любить Бога больше, чем детей, поверь мне, никогда не пострадают твои дети, никогда не пострадает жена и твой муж. Но если будет что-то наоборот, если где-то будут приоритеты эти переставлены и кажется, ну как же, это же мои там внучата, девчата, кажется, да, твои. Но помни, благословения, Божьи принципы, которые Господь нам дал, они работают в гармонии, когда мы живем, и наше мнение, наши чувства, все основываем не на своем мнении, не на своих чувствах, но на основе Писания Священного. В первую очередь, люби Бога больше всех. Поверь мне, любви хватит на остальных. Если будет наоборот, будут и конфликты, и драки, иногда и помолимся, иногда и в церковь сходим, будет все по чуть-чуть, как обычно. Интересно, чем больше мы знаем о свойствах и качествах и атрибутах Бога, чем больше мы Его любим. Поэтому в любовь к Богу также входит и познание Бога, к этому тоже призывает нас Иисус Христос. Вы никогда не задумывались, почему Иисус Христос так допытывался, ну так допрашивал Петра, ну скажи мне, пожалуйста, ну любишь ли ты меня? Я вам напомню, что апостол Петр даже обиделся, в тот момент не пободрствовал и как-то написал, написано в Писании, огорчился как-то, не знаю, обиделся или огорчился, но расстроился, что Иисус Христос его спрашивает одно и то же три раза. Ну Христос, ну у тебя же со слухом должно быть все в порядке, ну как бы я уже ответил два раза, ну зачем третий раз мне вот это, любишь ли ты меня? Нет, оказывается, для Христа это настолько важно, настолько важно, но настолько важно, что мы даже не понимаем, насколько это важно. Для Бога понять, узнать, увидеть, что ты любишь Бога. Кто любит Бога? Давайте не будем спешить поднимать руки, в конце проповеди вместе помолимся об этом. Вы знаете, с одной стороны хочется сказать, ну конечно я люблю Бога, ну конечно я люблю Бога и людей люблю, я все не против, я все за. Да, но теперь мы с вами, друзья, подойдем и поговорим с вами о признаках проявления любви к Богу. Это то, где мы можем себя как-то проверить или анализировать. Как много, сколько мы вкладываем в развитие отношений, в развитие любви, нашей любви к Богу. Когда было в последний раз, что я вообще задумывался о том, а я люблю Бога? А вообще, что это? И с чем его едят? Нам кажется, любить Бога это такое какое-то далекое. Бог он такой строгий, он такой сильный, он судья, и это все тоже правда. Но есть в Писании конкретный призыв, что его последователи могут прийти к такому уровню, где они Бога любят. Нет, все меняется. Вся наша жизнь, расписание, приоритеты, отношение к людям, все меняется. Молитвы меняются, друзья, когда мы Бога любим. Когда было в последний раз, что ты признавался Богу в любви? Я знаю, вопрос очень редкий. Когда ты Богу признавался в любви? Друзья, я верю, что вызов каждого проповедника – это влюбить людей не в проповедника, а в Бога. Это непростой вызов. Итак, признаки проявления любви к Богу. Первое – это я провожу с ним время. И теперь мы с вами поговорим о практике, как у каждого это происходит в нашей ежедневной жизни. Когда мы влюблены, то вы знаете, что нам не нужно напоминать друг другу, ну пожалуйста, ну сынок, ну отправь текст-месседж своей любимой. Ну в конце концов, ну позвони ей. Ну почему ты так коротко с ней разговариваешь? Ну пожалуйста, ну ты же влюбился. Ну come on, boy. Правда, ну как-то наоборот. Ну тормози. Ну хватит, ну сколько ты на телефоне зависаешь. Ну почему так долго? Почему так проводит время? Проводит время, ищет общение, ищет время. И самое главное – всегда как-то уединяется. Ну как бы, какая была бы нехорошая мама, как-то всегда хочется уединиться и с любимой, и с любимым провести время. Вот это, друзья, признаки практически очень реальные нашего отношения к Богу. Каждый может себя легко спросить, насколько я этого общения ищу, насколько я желаю этого уединения, насколько я этим общением наслаждаюсь. Ключевое слово – наслаждаюсь. Иногда молиться надо. Жизнь прижала. Остальные варианты уже перепробовали, они закончились, и молиться надо. А как насчет того, что если ты этого желаешь, ты этого хочешь, ты этого ищешь, или же еще ты за этим скучаешь? Вопрос без подготовки. Было ли когда-либо в вашей жизни, что вы по каким-то причинам – командировка, работа, суета, школа, проблемы – вы как-то пропустили? Вы, ежедневные чтения, молитвы, ваше общение с Богом как-то вот, и вдруг у вас приходит чувство – я скучаю за этим. Просто скучаю. Это тот уровень отношений, который мы можем развивать с нашим Господом. Представьте себе, что вас закрыли в комнате, и вам сказали, два часа общайтесь с вашим Богом. Как вы думаете, какая будет реакция? Я вам скажу, легко выйти из положения. Вытянули Бога. С Ним два часа легко прообщаемся, правда? Тоже Бог карманный. А если этого Бога забрать, положить в воду с тазиком, чтобы полежал, и пообщаться с другим Богом, живым Богом, вы что, сразу мы так как-то теряемся, мы так как-то, мы Бога уважаем, мы Бога любим, мы Бога, мы все как бы для Бога и ради Бога, мы даже здесь ради Бога. Но вот наши отношения с Богом, вот эта любовь, я Бога люблю или я пытаюсь понять, на каком я уровне, может быть, я вообще Бога не люблю, а не против попробовать как-то на эту ступеньку все-таки стремиться. Потому что Христос сказал, самое главное, самое первое, наибольшая заповедь – это «люби Бога», это вывод, суть христианства – «люби Бога». И «люби людей». Иоанна 5,42, Иисус сказал, но я знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Воу, Иисус Христос, нужно общаться политкорректно в наше современное время. А тут Иисус Христос сказал, я вас знаю, знаю, вы в Living Stream ходите, Living Stream смотрите онлайн, я вас знаю. Но вы не имеете в сердце своем любви к Богу. Но мы тоже таких знаем, это не о нас. Как хочется, чтобы эти слова действительно были действительностью. Но почему-то Иисус Христос, смотрите, настолько пронзает суть человека, хождение. Интересно, кому он эти слова сказал, кто помнит? Кому эти слова были обращены? Чародеям? Сатанистам? Тем, которые как бы Богу служили, Бога почитали, законопослушные были. Вот как бы религиозным людям. Вот это, друзья, что поражает. К религиозным людям обращение. Знаю вас. Вы Бога не любите. А думаете, что любите. Да, друзья. Я помню, как когда-то, я уже рассказывал этот пример. Когда мы любим, то мы ищем этого общения без всякой выгоды. Один из таких вот индикаторов, как мы любим Бога, это когда мы приходим к Богу на общение, на молитву без всяких просьб и нужд. Помните, мы с вами говорили о посте. Уровень, когда мы берем пост, но мы ничего у Бога не требуем, хотя мы имеем право просить. Но когда мы не требуем, мы просто жаждем близости с Богом. Помните, как я рассказывал, я учу своих детей русскому языку, чтобы они были двух языков, чтобы они знали два языка. И вот когда они что-то хотят у папы попросить, они знают, на каком языке просить. Так они между собой разговаривают на английском языке. Но когда он приходит, начинает вот это ломаться, там что-то как-то придумывать, какие-то слова подбирать. И я уже знаю, ну, сынок, ну все, не мучься, ну давай уже бросай, скажи мне, ну что ты хочешь? И когда мне мой сын Даник сказал, папа, я просто так хочу с тобой поговорить. Я был готов в тот момент, если бы он меня что-то попросил, ох, как бы я, наверное, если бы он меня в тот момент что-то попросил, вы представляете, да, до полуцарства, полу Джексон Вилла. Вот настолько касается сердце отца, когда человек приходит просто из-за того, что он любит отца или любит Бога. Как часто и как долго мы с вами проводим время с Богом. Нужно ли нам об этом напоминать, что это стоит делать? Итак, первый принцип или признак нашей любви к Богу, это мы проводим с Ним время регулярно, наедине. Мы наслаждаемся, мы ищем, нам не нужно толкать и напоминать. Я люблю моего Господа. Признак номер два. Я жертвую и я отдаю. Если я люблю, я всегда буду давать. Не требовать? Давать. Если я люблю. Бог первый показал этот принцип или этот пример. Написано, Он отдал Сына. Он так возлюбил мир, так полюбил людей, что Он отдал Сына Своего Единородного. Вот этот вот стих тоже раскрывает суть сердца Бога. Отдал. И это сделал первый. Всем сердцем мы должны любить и отдавать. Всею душою и всем разумением. То есть отдавая свое время, свои финансы, свои способности, свои силы отдавать людям и Богу. Любим всем, на всех уровнях. Заметьте, уровни внутренние. Не просто возлюби Господа всеми волосами твоими и всеми ногтями. Нет, сердцем и душою. Это что-то намного глубже. Вот на этом уровне. Люби Бога. Римлянам 12.1 написано. И так умоляю вас. Представьте, друзья, это не просто. Друзья, если у вас сегодня хорошее настроение, если вы можете улыбнуться, пожалуйста, давайте, если у вас есть такое желание, я вас умоляю, я призываю, я убеждаю. Представьте тела ваши в жертву живую. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную. Зачем? Для служения. Для служения вашего. Когда мы берем пост, это 100% жертва, и туда входит наше тело. Наша плоть страдает. Наш желудок кричит. Оно все нас в кости иногда ломит. Когда человек берет это, он приносит где-то себя в жертву своим телом. Даже проходит какую-то жертву ради духовных целей и ценностей. Друзья, иногда это стоит делать. Друзья, это иногда стоит делать. Нас это изнутри меняет. И написано даже для чего? Для служения. Этим, я думаю, мы можем легко увидеть, что мы не призваны жить эгоистичной жизнью. Христос, написано, за всех умер, чтобы люди не для себя жили. Это мой самый любимый стих Писания. 2 Коринфянам 5.15. Христос за всех умер, чтобы люди не только хорошо жили. Христос за всех умер, чтобы люди не только спаслись. Христос за всех умер не только, чтобы люди не попали в ад. Христос за всех умер, чтобы все христиане не для себя жили. Не для себя жили. Я не хочу, чтобы мои дети для себя жили. Ради этого Христос тоже умирал. Вот почему принесите себя в жертву живую, святую для служения. Мы приносим себя в жертву для работы. Пробовали? Ради работы мы себя приносим в жертву легко. Приносим себя в жертву в такую, что кажется, еле ноги доволокли. Принесли себя в жертву. Есть и другие варианты. Если человек живет только для себя, это противоречит духу Евангелия. Если я люблю Бога, я отдаю и я жертвую. Да, друзья, и я люблю Бога в первую очередь. Если я люблю детей больше, чем Бога, то это значит, это твои идолы. Звучит очень радикально. Если я люблю мужа больше, чем Бога, значит, это тоже твой идол. И поверьте, если у тебя Бог не на первом месте, а дети твои идолы, всегда будут скандалы, всегда будут крики, всегда будут драки, всегда будут какие-то споры, иногда помолимся. Но если Бог у тебя на первом месте, поверь, для детей любви хватит вот так. Но часто в нашей жизни есть перекосы из-за того, что мы не видим вот эту приоритетность, которую Бог нам показывает в своем Евангелии. Как мы можем строить свои отношения с людьми и с нашим Господом? Если ты не полюбил Бога всем сердцем, всегда будешь притыкаться, всегда будешь соблазняться, никогда не будет полноты и удовлетворения внутренней. Если Бога всем сердцем не полюбил, всегда будут виноваты, что-то будет не так, будет все как-то, ну, короче, мы сами знаем, но если ты Бога полюбил, ты на другом уровне, ты просто на другом уровне. Все твои мотивы, все твои действия, все твои проблемы, ты их видишь, они остались, но ты так по-другому к ним относишься, потому что ты Бога полюбил. Ты можешь жертвовать миллионы. В криминальном мире это работает. Приходят бандиты, и батюшке дают миллионы. И кажется, вау, какая любовь к Богу движет. Нет, друзья, там не любовь к Богу движет. Там движет, знаете что, угрызение совести, ради как-то совесть надо очистить. Там движет какие-то другие мотивы, чувства долга. Эгоизм. It makes me feel good. Это просто меня, ну, вот как-то аж, как-то я вот чувствую себя лучше. Вот что-то вот сделал такое, социальный какой-то проект. Друзья, но когда мы любим Бога, это другое, совершенно другой уровень. Когда мы Бога любим и действуем из любви. Из любви по отношению к нашему Богу. Поэтому, когда мы на земле, здесь люди переживаем чувство саможалости. Я жертва. Это все признаки. Признаки, симптомы. Я себя люблю, а не Бога. Себя люблю аж изнемогаю от любви. Признак номер три. Наше отношение, наша любовь к Богу проявляется, когда мы исполняем Его заповеди. Когда мы послушны Его Слову. Иоанна 14, 15 написано. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Все очень просто, очень коротко, как в Телеграме. Если любите меня, соблюдите, исполняйте, повинуйтесь моим заповедям. Я думаю, сегодня мы много знаем и мало исполняем. Очень много знаем, как никогда, и мало исполняем. Я замечаю, друзья, что проблема современного христианства – это не послушание Богу и Его заповедям. Вопрос в знаниях вообще не стоит. Но исполнение, послушание – вот там, друзья, я думаю, есть немножко проблемы. Любовь к Богу – это тоже послушание. Знаете, в чем оно выражено? Потому что там невидимо скрыт очень важный принцип. Это подчинение моей воле Богу. Любовь к Богу – это подчинение моей воле Богу. Давайте перенесемся на 20-30 лет назад, когда вы были влюблены в вашего жениха и невесту. Вы еще не семейные люди. Представили, как все было розово, красиво, салюты везде. Смотрите, и так просто даже асфальт грязный, а вам не чувствуется. Вы над асфальтом парите. Влюблены. И вдруг вы, ну, если это девушка, чтобы ее парень не попросил, она готова окажется на все. Ради кого? Любимого. Готова принять его волю. А свою волю как-то… Почему? Движет мотив. Любовь. Люблю. Ради его любимого. Я даже пойду против своей воли. Помните? Или не хочется вспоминать? Помним, правда? А вот, друзья, по отношению к Богу работает тот же принцип. Я люблю Бога, и если я его люблю, то у меня есть мои мечты, у меня есть мои планы, у меня есть мои принципы, у меня есть мои цели, мои нужды. Но ради любимого да будет твоя воля, моя воля, потому что я так люблю тебя, дорогой, я свою волю ставлю на второй план. Очень глубокий принцип, который выражает наше отношение или проявляет нашу любовь к Богу. Иоанна 14, с 21 стиха написано, Иисус сказал, кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. Снова, видите, в два раза уже я прочитал, кто любит Меня, тот исполняет Слово. Кто любит Бога, Он исполняет эти заповеди. Он не просто их знает, Он по ним живет. Отец Мой возлюбит Его. Видите, какая реакция идет? И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Смотрите, как глубоко сказано в одном стихе. Кто любит Бога, Он исполняет заповеди. Дальше, Он любим Богом. И дальше смотрите, что происходит сверхъестественно в духовном мире. В этом человеке, внутри, в духе, в сердце обитает сам Бог. Обитель у Него сотворим. В новом переводе написано, мы будем жить внутри такого человека. А то, что внутри живет, то, вы знаете, то и выскакивает, то оно и выливается, то и проявляется. То, чем наполнил внутри, оно будет ощутимо для людей. До первого, когда вот только сжали тюбик с пастой, оно оттуда обязательно выльется то, что там есть. Поэтому, друзья, здесь нам много показано, как наше вот это отношение, любовь к Богу, исполнение Его Слова, мы наполняемся Богом, Его присутствием. А мы так к этому стремимся. Мы же так ради этого все это и затеяли. И здесь, друзья, еще один важный принцип. Если любишь Бога, то соблюди заповеди. Исполняй, повинуйся Его Слову. И здесь есть вот этот принцип. Я должен, простите, я хочу. Первый шаг. Потом я должен. Второй шаг. И третий – это я есть. Когда Писание говорит, исполняй заповеди, у нас бывают смешанные чувства. Я хочу, или я должен, или я просто не хочу, честно. Это, знаете, как взять ребенка. Этот принцип работает. Вначале ребенок хочет кушать. Помните, да? И ночью, и днем. Хочет, хочет кушать. Всегда хочет кушать. Потом ребенок подрос, он уже не хочу кушать, хочу играться. Ему мама, какое играться? Кушать. Если ребенок заболел, не хочет кушать, ему кушать суют. Человек заболел, ему суют кушать. Потому что здесь вопрос не в том, что ты хочешь или не хочешь. Ты должен. Есть период, нужно приучить. Нужно тренировать. Должен кушать. А потом уже вырастает дядя, 40 лет, и ему не говорят уже, слушай, тебе уже 41, может покушаешь? Он уже, это уже он стал. Это его естество. Я уже есть этот человек, сформировавшийся. Точно так же и в духовном мире, друзья. Когда Писание говорит, читай Писание, люби Бога, исполняй заповеди, проводи время с Богом. После конференции хочется кричать, я хочу, Господи, я хочу. Потом пришел понедельник. Соу-соу, вторник. Не хочу, должен. Есть период, когда должен. Когда все нормально физически. Витаминчики, хочешь пей, хочешь не пей. И мы иногда хотим и пьем. Витаминчики. Когда заболел, уже там дают не витаминчики, а укольчики и ножички, и режут, и отрезают. Тут уже вопрос не в том, хочу, не хочу. Должен. Ради спасения жизни. Должен. Нужно пройти эту фазу. Я хочу, потом я должен. И в конце ты должен дойти до этого уровня, где я уже не могу без этого. Не могу не читать. Не могу не молиться. Не могу не проводить время без него. Это вот уровень я люблю. Я есть. Бог, которому я служу, Он пребывает во мне. Вот об этом написано в Писании. В подтверждение читаю Иоанна 15 глава с 10 стиха. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Внимание. Пребудете. То есть это станет вашей сутью, вашим естеством, вашей внутренностью. Вы будете наполнены Богом. Изменится отношение к людям 100%. Отношение ко всем мечтам и целям изменится. Потому что вы наполнены любовью не эгоистичной нашей человеческой, но любовью Божьей. По-другому на мир смотрим. И вы пребудете в любви моей. И дальше написано. Как я соблел заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Интересно, что здесь написано о том, что любовь Божья может пребывать в нас. Может пребывать в нас. Еще одно местописание читаю Иоанна 15 глава 17 по 8 стих. Тоже об этом же говорится. Если пребудете во мне в слове и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Два места из Писания прочитал, где говорится о важности, о глубокой важности пребывать в Боге. Пребывать на лозе. Преобразно каждый верующий – это веточка. Лоза – это Иисус Христос. Если мы прилеплены, прикреплены, если мы постоянно на связи с Богом, через молитву, через чтение, через Писание, если мы в нем пребываем, то написано «принесем много плода». В английском переводе написано «плод» в единственном числе. О каком плоде идет речь? Один из плодов, от которых Бог ожидает от нас – это плод Духа в единственном числе. И туда, в этот плод Духа, включено любовь, мир, радость, долготерпение и так далее. Невозможно принести плод Духа, если мы не пребываем в Боге, не имеем этой постоянной связи в Нем. Но если мы пребываем в Боге, пребываем в Слове, тогда Божья любовь пребывает в нас. А невозможно любить людей, если Божья любовь не пребывает в нас. Это уже второй шаг, я забегаю наперед. Люби Бога, а потом люби людей, но ты не сможешь людей любить. Если ты не пребываешь в Боге, не сможешь. Сколько бы ты не читал книг, сколько бы ты не обещал бы и не говорил, я тебя люблю. Это неправда, это внутри, это не то. Пребывать в Боге – это все равно, как мы вот… На практике всем будет понятно, как мы пребываем в телефоне. Мы не можем прожить дня без телефона, мы не можем прожить и часа без телефона, чтобы туда не заглядывать. Пребывать – постоянная связь. Постоянно думаешь, надо месседж проверить. Постоянно думаешь, телефон нельзя забыть. Постоянно думаешь, надо прочитать. Надо там постоянно, постоянно пребываем. Друзья, вот если у нас мы достигнем хотя бы на уровне наших мыслей, думать в ту сторону, многие вещи в нашей жизни, они изменятся. В этом стихе написано, чего не попросите, чего не пожелаете, если будет вам. Это нам нравится. Нравится? Ну там написано условие. Если пребудете во мне. А вот это уже как-то так звучит, ну это для вас, для проповедников. А нам вот это вот там, ничего не попросите. Написано для нас. Чего не пожелаете, если пребудете во мне. Как узнаете, что вы будете моими учениками, Христос сказал? Там написано, будете моими учениками, принесете много плода. А как же узнать, что мы его ученики? Если будем иметь что? Любовь. Тема не меняется. Любовь между собою. Любовь к людям. Любовь к людям. Вот что ожидает от нас наш Господь. Когда мы полюбим Бога, многие вещи в твоей жизни, пустые и греховные, они просто сами по себе отпадут. Ты будешь действовать уже не из-за того, что ты должен, а из-за того, что ты хочешь. Вот я пока своим детям говорю, сынок, читай Библию. Или там дочка. И они пошли с таким чувством радости. Пока он должен. Но должно прийти период, время, когда он... Я хочу. Я хочу. Представьте себе, что все, все, что движет вами по отношению к Богу, к церкви, ваше присутствие здесь, не потому, что вы там боитесь, чтобы Бог наказал, не потому, что вы там... Вы просто у вас проблема, катастрофа в семье, но потому, что вы просто Бога любите. Вот этим вы движимы. Движущая сила, я люблю Бога. Это мотив. А помните, когда мы кого-то любим в молодости, влюбленные, это такая атомная сила. Там десятерым не устоять, когда мы движимы любовью к Богу. И четвертый признак нашей любви к Богу, это я люблю людей. Обязательно это будет проявляться. Я люблю людей. Это, наверное, один из самых сложных пунктов. Из всей этой формулы нашего проявления любви к Богу. Вторая, самая важная заповедь, помните, я читал в начале. Это возлюби ближнего своего, как самого себя. Да, друзья, мы любим людей, к сожалению, selectively, то есть мы избираем, кого любить. Близких, хороших, добрых, кто нам помогает, кто такой, кажется, нам достаточно духовный, по нашему мнению. Тех мы как-то любим. Но, друзья, как получается у нас любить трудных людей. Есть такое слово в английском annoying people. Annoying people. Таких, которые раздражают, знаете, такие, как аж так аж хочется закричать, как мы их любим. И вот здесь, друзья, наша суть, она как-то мы с ней не соглашаемся. Нам все-таки в себя хочется верить и думать о самом лучшем, что мы людей любим. Но трудно, вы знаете, любить людей, которые нас не ценят. Вот вы замечали, люди, которые обращаются к вам за помощью, которые вас не ценят, вообще не ценят. То, что вы там время уделяете, то, что для вас это большая жертва, то, что у вас даже не спросят, как дела. К вам обращаются только тогда, когда им что-то надо. Вы слышите телефон, вы уже знаете, значит, что-то снова надо. И вот как вот этих людей любить? Как хочется их научить ценить, ценить, хочется научить ценить временем, ценить, сколько мы сделали для них. И когда мы так пытаемся их учить, то они хотят отказаться от нашей помощи навсегда, на всю жизнь. А мы вроде любим людей. Да, друзья, кажется, я трудно любить людей, у которых другие понятия, даже в духовных вещах, другие понятия. Трудно их любить. Трудно любить у кого другое поведение. Мы скорее их осудим, по-другому одеваются, скорее их осудим, чем будем их в сердце сначала полюбим, а потом что-то им скажем. Вы знаете, друзья, профессионалам тоже трудно жить. Например, профессионалам-музыкантам. Вы скажете, как это? А вот так это. Кто-то поет на сцене, но так поют, режет, режет слух. Вы представляете, как трудно высидеть? Высидеть трудно, когда вот поют не в тему, не в тон, фальшивят, не звучит, вообще не звучит. Трудно даже Бога там услышать. Трудно там как-то сфокусироваться на Боге и помолиться. Почему? Потому что профессионалу трудно любить непрофессионала. А как вы думаете, богослов сидит в рядах и слушает проповедника и думает, ну, у нас там в колгоспе было дело, было дело на 50 лет назад, было нормально, ну, а сейчас, ну, Google есть, браток, ну, есть же ж курсы, мы так вот слушаем и мучимся, и мучимся, а любим людей, так любим людей, но так вот, кажется, вот таких вот, как мы их любим, да мы на самом деле их не любим. А как насчет разной конфессии? Да, у нас в церкви есть разные конфессии, а что их притягивает, друзья? А что их здесь держит у нас в церкви или не только у нас? Я вам скажу, друзья, у вас может быть самая правильная доктрина, но если вы людей не любите, никогда не задержатся там, никогда, может быть, самая духовная, никогда не задержатся людей, любить людей надо, любить людей надо. И, друзья, я вот так рассказываю все красиво, но я вам скажу, что в первую очередь Господь это со мной имеет дело, это я вам так по дружбе делюсь, но со мной имеет дело в первую очередь. Да, я себе уже много раз говорил, что я умею прощать, умею не обижаться. Как только я так подумал, что я умею, и я, то мне Бог такие тесты давал, что я теперь так осторожно с этими вещами стараюсь, и как-то Бог мне даже не разрешает сильно проповедовать на те темы, которые я сам не прошел, не пережил. Но в последнее время как-то Дух Святой показывает, обличает, как-то ситуации дает. Ты же такой, ты же людей любишь, и Бога любишь, и такой духовный со стороны. Ну смотришь на себя в зеркало, ну просто обнять хочется. И вот так вот, друзья, мы думаем о себе, и кажется, мы тоже любим Бога, и тоже любим людей, это все так в кучку, мы так все мы, мы, а там, где мы, мой папа говорил, там одни я мы. А там, где я и Бог, там оно по-другому, на другом уровне немножко бывает. А как мы любим, например, президентов? Всех? Можно только два назвать, да, и любим. Иногда мы такие борцы за святость, друзья, такие борцы за святость, так хочется Божьей благодати, и когда ее мало, нам кажется, что не хватает благодати или святости, мы, друзья, так об этом ревнуем, и так об этом говорим, что на лбу написано большими буквами «Я людей не люблю, но я за святость». Я за святость, я за благодать, благодать должно быть больше. Я тоже за благодать. Будем вместе молиться, чтобы ее было больше. Но я думаю, что вначале нужно людей научиться любить. Самое первое и самое главное, наибольшее, люби Бога, люби людей. И поверь, благодать к людям, тем, которых ты не любишь, она изменится. К тем, которым без благодати действуют, суховато, так вот, все вот, всех-всех вот сюда взять, духовных, профессионалов, всех вот в кучу взять и сказать, друзья, любить людей, вот это то, к чему мы призваны. Вы скажете, я не могу сам, я не могу справиться, я же не Иисус. I'm not Jesus. Я не могу так любить unconditionally, так вот, бескомпромиссно. Я скажу, я тебе верю, с тобой согласен, ты не сможешь так полюбить. И я вам расскажу один принцип, который работает, о котором мы читали с вами в Писании, где, помните, я читал два раза, два места Писания, где ключевое слово было пребывать. Помните, пребывать в Боге. Пребывать в Боге. Когда ты сам пытаешься любить людей, вот этих таких вот, не очень хороших, то у тебя не очень получается, я тебе верю, я сам пробовал. Но когда ты пребываешь в Боге, что значит пребывать в Боге? Когда ты на связи в Боге, когда, что такое Бог? Кто такой Бог? Что есть Бог? Бог есть любовь. Важнейшая деталь. Без этого ты не можешь любить людей. Не можешь пребывать в Божьей любви. Потому что источник, который дает любовь, это недорогой ресторан. Ты можешь потратить кучу денег, но источник любви это Бог, только Бог. Когда ты подключен к Богу, подключен к этому источнику, то ты вот просто преобразная вот этот вентилятор. Но вот этот провод это вот это пребывание в Боге, а вот эта розетка, ток, источник это сам Бог. И когда он включается, то идет ветер. Вот там чувствуется и движение Божье, чувствуется и благодать Божья, и там уже он крутится намного сильнее, чем ты сам можешь себе позволить. Но потом ты засуетился. Есть любовь Божья внутри тебя? Крутится вентилятор? Перестал читать Писание, перестал как-то пребывать в Боге, перестал. А я подхожу к тебе и говорю, слушай, друг, знаешь что, давай как-то, ну, люби людей. Сказал, окей, хорошо. Что-то мне жарковато, а вы, вот, ну, можешь сделать ветер? Как вы думаете, насколько меня хватит? Когда рука устанет? Какая будет скорость? Вот точно так же и мы пытаемся любить людей. Вот так. А встретили еще кого-то, кажется, по, такого, что трудно любить. Вот мы снова пытаемся. Но когда мы включаемся, Дух Святой через тебя, Христос через тебя, не ты, Бог через тебя, у тебя не получается, я тебе верю. Только Бог через тебя. Божья любовь через тебя. Но работает принцип. Вначале люби Бога. Ты никогда не сможешь любить людей, если ты не любишь Бога. Здесь нельзя запутаться. Или ты будешь любить людей только избранных, твоих, близких, красивых, пушистых. Но любить людей всех, трудных, коварных, злых, вот этих таких вот наглых, жестоких, вот этих людей любить. Ты не сможешь без вот этой связи. Не сможешь. Если не сможешь, зачем играть в игры? Зачем играть в христианство? Зачем вот эти все движения? Если самое главное, первое заповедь, люби Бога, люби людей. Все остальное второстепенно. Представляете, сколько мы тратим время на второстепенные вещи. А фокус, Боже, научи меня любить тебя, любить Бога. И обязательно эффект будет, будешь любить людей. Каждый раз, когда мы отключаемся от этого источника, мы еще по инерции движемся. Мы и в церкви сегодня сидим иногда по инерции. Мы вроде бы еще и книгу иногда листаем по инерции. Иногда еще падаем на колени перед сном по инерции. Но, друзья, написано в Писании, я все могу в укрепляющем меня Господе. К чему это относится? Это не значит, что ты можешь прыгнуть с десятого этажа. Это не значит, что ты можешь поднять машину одной рукой. Я все могу в укрепляющем Господе. Это значит, что я все могу. Могу победить любой грех и могу проявить вот этот дар любви. Дар, простите, плод духа. Но это ты не сможешь без подключения к источнику. Терпение, если ты сам терпишь, вот так вот будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять секунд. Все. Потерпел. Но если ты терпишь, потому что ты подключен к источнику, там идет движение ветра, движение духа, откуда ты, где это у тебя, откуда источник. Вот простая цель. Источник, друзья. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все Living Stream, кто с нами там в онлайне, запомнили этот вентилятор. Навсегда. Когда не хватает терпения, не хватает любви, не хватает еще чего-то. Помните, рукой долго не покрутишь. Но когда источник, когда мы пребываем в Боге, пребываем в Нем, тогда это совершенно другой уровень, друзья. Иоанна, 1 Иоанна 4,7 написано, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Вот источник. Вот почему вентилятор крутится. Любовь от Бога. Вот почему нам это очень-очень необходимо, друзья. Это глубокий, важный принцип для всех верующих. Пребывать в Боге. Быть на лазе. Быть на связи с этим источником. И в конце, друзья, хочу сказать 1 Коринфянам 13. Первый стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если я даже говорю на языках, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею. Ничто. Кажется, только что перечеркнули пол моей жизни. Вау. Сколько проектов, сколько дел, сколько... Если любви не имею, ничто, nothing. Не суетись. Не суетись. За благодать только люби людей вначале. Люди люби. Люди люби. Люди люби людей. Знаете, друзья, почему, я думаю, некоторые люди страдают, проходят через страдания, потому что они через это учатся любить людей. Человек, который похоронил, он понимает тех, кто потерял. Человек, у которого сын инвалид, они понимают тех, у кого дети инвалиды. Человек, кто прошел через слезы и долины, они понимают тех людей, которые проходят это. Они замечают горе других. Они понимают других лучше. Этим мы учимся любить. Вы помните, как когда-то к Иисусу Христу. Я знаю, что когда нас обижают наши дети, они иногда нас не слушают, иногда они нас сильно ранят. Но почему-то любая мама готова на смерть ради своего ребенка. Так подожди, он же непослушный. Он же тебя ранит. Они же тебя обижают. Откуда это? Откуда этот уровень? Как так можно? Тебе зло, а ты любовь. Тебе зло, а ты добром отвечаешь. Помните, когда к Иисусу пришла женщина и начала омывать его ноги волосами. Представьте себе картину. Сидят мужики, обедают. Вот, представили, да? Приходит, кажется, какая-то тетя в мини-юбке. Начинает как-то действовать, начиная с ног. Взрыв мозгов. Подожди. Подожди. Стоп, 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 стоп. У нас не так молятся. Если хочешь покаяться, у нас не так каются. Другой подход. Люби людей. Люби людей. А потом... Можно и совет дать. Люби людей. Вначале люби людей. Я думаю, ученики тоже не могли понять. Если бы он был пророк, если бы он был духовный, если бы было больше благодати, то он бы все это раскрутил бы. А он просто любит людей. И все. That's it. So simple. Люби людей. Помните, когда Христос сказал юноше, пойди. Он сказал, Господи, хочу за тобой идти, хочу за тобой, хочу в Царствие Божье. Христос ему сказал, пойди и продай твое имение. Вопрос не в том, что нужно всем сейчас продавать. Христос ему просто в десятку закинул, в чем твоя проблема. Что ты любишь больше, чем меня. И все. That's it. Разговор окончен. У каждого из нас сегодня можно сказать, пойди домой и вот это выключи, выбрось. Перестань вот это делать. То, что больше ты любишь, чем Бог. Все. That's it. Очень коротко. И юноша расстроился. Хотел за Богом идти. Помните? Хочу, хочу, хочу. А потом попал в другую фазу. Должен. А не хочу. Пошел домой. Вот так, друзья, мы в жизни работаем. И последнее место Писания. Это 1 Коринфянам 6,16. Соединяющийся с Господом. Есть один дух с Господом. Кто совокупляется с блудницей, стает одним. А кто с Богом, стает один дух. Это уровень, который я предлагаю верующим людям. Познание Бога, пребывание в Боге, любви Бога, когда мы духом соединяемся с Богом. Вот там мы получаем download, загрузку вот эту, внутрь себя, внутрь нашего духа. Я предлагаю всем нам встать на ноги. Сейчас в этой молитве я приглашаю вас, друзья, чтобы мы помолились Богу и сказали ему честно, как оно есть. Любим ли мы Бога на самом деле? Любим ли мы Бога? Любим ли мы людей? Или нам нужно сказать, Господь, научи меня любить Тебя. Научи меня любить людей во имя Иисуса Христа. Я нуждаюсь в этом и прошу Твоей помощи. Я хочу на этот уровень. Я хочу соединяться, Господи, с Тобою в духе во имя Христа Иисуса. Господи, помоги мне любить людей и быть подключенным к источнику. Во имя Христа Иисуса. Аминь.